Всем привет, это Пятый элемент, а это эксклюзив от Huawei, MateBook D16. Возможно, вы его видели, но точно не в таком исполнении, поскольку здесь процессор 13-го поколения от Intel Core i9. Кто тебя такой выдумал и зачем? Давайте разбираться прямо сейчас. Корпус крепкий, прочный и монолитный. Выполнен полностью из алюминиевого сплава и даже нижняя крышка вроде как алюминиевая. Ну, во всяком случае, в нашей версии. Весит он ничтожных 1,72 килограмма, плюс еще зарядное устройство 200 граммов. Итого даже 2 килограмм не будет, если вы будете его с собой носить. Ну, не сказка ли? Габариты 35 сантиметров на 25 сантиметров, ну а толщина 18 миллиметров в самой большой части и 17 в самой узкой. Обратите внимание на форму построения корпуса. Грани как бы слизаны к углам, поэтому кажется, что он еще более тонкий, чем на самом деле. Открывать одну рукой даже пытаться не будем, это сделали за нас. До нас у них ничего не получилось, скажем только то, что экран откидывается на 180 градусов. А вот что по портам, конечно, вопрос остается открытым. С каждым разом их все меньше и меньше. По правой стороне USB Type-A 3.2. По левой стороне Type-C, Type-A, 3.5 миллиметра джек и HDMI. Проприетарного разъема нет, но к ультрабуку можно будет подключить сразу два монитора. Первый через HDMI, второй через Type-C. Но поскольку Type-C выполняет функцию зарядки, которая здесь на 65 ватт, то, увы и ах, подключаем монитор исключительно без зарядки. Поставить 16-ю диагональ в форм-фактор пятнашки, не проиграть в весе и уместить полноценный цифровой блок, вот где работает логистика, логика и практичность. Матрица. 16-дюймовая, соотношение сторон 16 на 10, разрешение, к сожалению, Full HD. Частота обновления 60 Гц. И, увы и ах, мы здесь тоже ничего особенного не увидим. Но все по-прежнему практично и логично. 320 нит пиковая яркость, контрастность 1200 к 1. Но самое главное то, что эта матрица занимает 90% площади. Ну и по SRGB наконец-то 100%, в отличие от того же D14 или предыдущих поколений. Зачет. Автоматической регулировки под датчику освещенности нет. Никаких дополнительных антибликовых покрытий тоже нет. Это простая матовая матрица, но проверенная временем. Работать даже при ярком освещении, в принципе, приятно. Да и выкручивать ее постоянно на 100% не придется. Так что в копилочку автономности заносим 1 балл. Плотность пикселей 120 dpi. А вот что по засветам, смотрите, прямо сейчас, да, по-прежнему в местах крепления матрицы к корпусу крышки есть таковые. Ну, от этого никуда не денешься. Все-таки размеры дают о себе знать. Клавиатура. И тут Huawei не перестает удивлять. Она каждый раз какая-то новая и инновационная. В данном случае она идет в ногу со временем. Подсветка у клавиатуры есть, но она такая робкая и всего два уровня яркости. Честно говоря, раньше было лучше. Но может быть это тренд, может это дань моде. Во всяком случае, практически у всех ультрабуков с 2024 года именно такая подсветка. Зато есть полноценный цифровой блок. И это прям очень удобно, особенно если работаете много с цифрами. А для офисного решения это вообще незаменимо. Тачпад смещен влево с размерами. Все отлично. Ну и тоже все это в принципе логично, поскольку присутствует цифровой блок. Вход по отпечатку пальца и разблокировка по лицу работает как часики. Ну, в данном случае исключительно только по отпечатку пальца. Кстати, отпечаток по-прежнему находится там же на клавише включения ультрабука. Это тест камеры MateBook D16. У нас два микрофона 720 разрешения. И как видите, достаточно все широко. Ну, а заодно еще можно и приукрасить все, что находится за нами. Хотя все было как бы красиво. Спасибо искусственному интеллекту. Спасибо ПО от Huawei. Получается просто вау. Шторки физической нет, поэтому включаем программу 3.2.1. Процессор. Наконец-то мы добрались до него. Собственно, ради него, наверное, и задумывался этот D16. Это Intel Core i9-13900H. Raptor Lake. 13-е поколение. 20 потоков. 14 ядер. Турбочастота 5400. Ну, вы представляете, какие цифры должен номинально выдавать этот процессор? И он выдает их практически. И в пару к такому высокопроизводительному процессору RX-XE. По-прежнему встроенная графика в офисном решении. Плохо это или хорошо? Мы сейчас расскажем. А пока что еще имеем здесь? 16 гигов оперативной памяти и 1 терабайт SSD. Все быстро и шустро. Но, увы, не добавить, не убавить как в оперативке, так и в SSD-шнике. Потому что даже слота M.2 здесь не имеется. Работаем с тем, что есть. Скорость чтения. 4985 МБ. Записи 3934. Результаты синтетических тестов такие. Geekbench 2423 балла в сингл-кор тесте. И в мультикор 8691. Весьма странно, ведь аналогичные D16 выдают на i5 и i7 на предыдущих поколениях на 100-200 баллов больше. Но это еще не все. Давайте смотреть дальше. Тест GPU 16187 баллов. Это разрыв всех предыдущих поколений. Не зря инженеры посадили Iris XE на отдельную грядку разъема. Вы спросите, о чем это я? Так вот, рассказываем. Дело в том, что этот i9 процессор, он состоит как бы из двух секций, которые находятся рядом, но у каждого отдельная посадочная пластина. И мы получаем номинально встроенную, но по факту графику, которую можно теоретически заменить. То есть взять и впоеть туда что-то другое. Естественно, этим никто никогда не будет заниматься, но по результатам тестов пока что получаем идеальные результаты. И говоря об идеальных результатах, мы не размениваемся налево и направо. Мы просто берем и сразу же накатываем сюда Cyberpunk. А почему бы и да? А давайте-ка в него поиграем. И вот что нам выдает тест графики. 29 кадров в секунду, самое низкое качество графики, фрезы и небольшие тормоза. Но в общем и целом можно поиграться. Загрузили вас немного цифрами, старались не загружать, поэтому просто послушайте, какой ход клавиш в полтора миллиметра. Вроде до них дотрагиваешься и чувствуешь, что i9 должен быть под твоими пальцами и клавиши должны быть прям премиум качество. Они как-то просто пластиковые. Но зато долго будут вытираться. Прям очень долго. Клавиатура будет в первозданном виде на протяжении многих лет. Идем дальше к автономности. Две трубки, один колер спрятаны под этой крышкой, поэтому с охлаждением все в принципе очень даже хорошо. На максималках, когда тестили мы здесь все, что можно и нельзя, он не гудел, не шумел, да и в целом не так уж сильно нагревался. Плюс к этому ко всему. Добавляем 5200 мАч или 70 Вт батареечку и имеем автономность на 7-8 часов. Проще говоря, он не сильно нагревается и не сильно запарит вас в плане автономности, где бы быстрее зарядиться. Ну как бы ни хотелось, а констатировать факт придется. На 13% был замечен троттлинг. Ну и бокс с ним был замечен и был замечен. Нам по работе это вообще никак не мешает. Переходим к приятным фишкам. И это, конечно же, динамики. Послушайте, как они играют. Ну наконец-то, достойный объемный звук. И музыку послушать, и кино посмотреть. Еще один балл в копилку Huawei. Чтобы звук стал лучше, да и вообще приятнее было работать с MateBook D16, производитель сразу же дает вам фирменное ПО, помимо Windows, еще Huawei Share и Huawei Control Panel, через который можно полностью контролировать всю внутреннюю среду вашего ультрабука. Плюс еще подкидываете сюда любой девайс от Huawei, который поддерживает Huawei Share, и сразу же картиночки улетают на ваш экран. Да вообще вся среда с мобильного устройства сюда уходит. В общем, все классически, как и в D14, как и в любых других MateBook. Классно, зачетно, удобно. Ну что ж, давайте подведем итоги. Очень много чего хотелось бы сказать про D16, но многое мы уже говорили в наших предыдущих обзорах. Поэтому если сравнивать его с другими поколениями и другими представителями MateBook серии D, напишите в комментариях, каковы ваши впечатления и что думаете по этому поводу. А пока мы подводим итоги. Нет слота для карты памяти, да и вообще катастрофически мало портов. Хотелось бы больше. Матрица хоть и 16 диагонали, но обновление в 60 Гц. В 2024 году это ничтожно мало. Хорошо хотя бы с яркостью все более-менее. Нет возможности абсолютно никакого апгрейда ни в плане SSD, ни в плане RAM, поэтому довольствуемся тем, что есть. 16 плюс 1 терабайт. И вот еще один момент. Это зарядка на 65 Вт. Все точно так же, как в любых других MateBook, но она не отделяется. Хотелось бы все-таки, чтобы кубик был отдельно. Ну, в принципе, это периферия, так что ни плюс, ни минус. Ну, а теперь о плюсах. Это габариты и вес. 1,7 килограмма и полноценная 16 диагональ. 16 на 10 соотношением сторон. Полноценный цифровой блок. И, конечно же, приятный на ощупь материал исполнения корпуса. Полностью алюминиевый корпус и даже крышка. При этом весе он абсолютно нисколько не приобрел. Так что в плане мобильности, компактности и универсальности, пока что это одно из лучших предложений на рынке. Ну и, конечно, добавляем сюда фирменные фишки от Huawei. Получаем еще один большой такой жирный плюс. Брать или не брать на Intel Core i9 уже решать вам. Есть подобные решения на i7 и i5. Там уже и цена соответствующая. Поэтому, что нужно конкретно вам, выбирайте сами на сайте 5ElementBuy. Не забывайте подписываться на наш канал, писать комментарии и нажимать на колокольчик. Тогда мы запишем еще не один обзор на такой же эксклюзив.